День защитников Отечества. Праздник тех, кто служил и служит сейчас. Несет боевое дежурство на земле, в небе и на пограничных рубежах. Торжественные мероприятия в стране начинаются с возложения венков к мемориалам славы. Бобруйск, 10.30. Памятник воинам-освободителям. Тем временем на Площади Победы выстраиваются расчеты военнослужащих Бобруйского гарнизона. Рядом тоже строй, но гражданский. Руководство города, депутатский корпус, общественные объединения и просто неравнодушные. Алая звезда. Дань памяти солдатам, освобождавшим наш город от немецко-фашистских захватчиков. Венки и цветы к подножию памятника генерала Бахарова. Именно его танк Т-34. 29 июня 1944-го первым въехал в освобожденный Бобруйск. Четкий второй шаг под марш музыкального оркестра. Сегодняшние защитники Отечества отдают дань памяти своим героическим предкам. На Площади Победы сегодня многолюдно. Здесь собрались люди разных возрастов, но искренне влюбленных в свою Беларусь. Безусловно. Главные слова поздравлений воинам всех поколений. Самое главное, хотелось бы пожелать нашим мужчинам здоровья, стойкости духа, быть верными Отечеству. Чтобы наши мужчины были самыми лучшими. Чтобы они сохранили свою честь и с достоинством пронесли ее через свои года. Ну и берегли нас женщин, уважали, любили и носили на руках. С праздником, дорогие мужчины! У нас тоже и молодая гвардия подрастающая, очень хорошая, прекрасная. По большей ответственности. Любви к своим родным, близким. Любви к своему Отечеству. То есть к нашей прекрасной родной Беларуси. Раз 23 февраля праздник мужской. Роль главных волшебниц принадлежит женщинам. Поэтому ни один солдат, сержант, прапорщик и офицер Бобруйского гарнизона не остается без внимания и сладких подарков. Бобруйская громадж не перестает удивлять. На заводе умеют делать не только прицепы и селки, но и вкусные торты. Так защитников Отечества поздравляет БСЖ. Со сладкими подарками женщины отправляются в турне по воинским частям. Первый в списке 83-й инженерно-аэродромный полк. От прекрасной половины человечества поздравления и песни, от солдат улыбки и аплодисменты. Мы от Беларусского союза женщин решили сегодня быть немножечко, может быть, ближе к ним. Испекли пироги, торты с любовью, с искренностью. Приехали к ним, поздравили. Может быть, они сейчас не такие эмоционально, да, как вот кажется там на экране. Но все равно, я уверена, у них, как у любого человека, есть чувство радости. Приятно, когда тебя помнят, приятно, когда тебе уделяют какое-то внимание. Очень приятно чувствовать, что ты уже настоящий защитник. Когда был на гражданке, не так-то чувствовался в праздник. Не ожидали мы, нас тут обрадовали так. Все построились, и приятно было слушать это. Я уверен, что очень важно для каждого военнослужива срочной службы в праздник, в свой выходной день, когда приходят женщины, когда оказывается такое внимание. Они вспоминают свой родной дом, вспоминают тех женщин, на которых на этот момент рядом нету с ними. Ну и какая-то им попадает частичка от родного дома, наверное, с этими подарками. Поэтому большое спасибо организаторам этой акции. Следующей точкой маршрута становится 147-й зенитный ракетный полк. Здесь поют песни не только артисты. Солдаты быстро подхватывают. Да более знакомый мотив. Нет улыбок девички, вся улица светла. Нам, на самом деле, очень приятно, когда нас как-то поздравляют, помнят нас, не забывают. И ценят наш труд как-никак, потому что, действительно, защищать Родину – это очень важно. Для белорусов 23 февраля уже давно превратилось в массовом сознании в общенациональный мужской день. У вечного огня на Минска есть десяток машин. Автопробег в память героев, защищавших нашу страну от коричневой чумы. Во главе колонны государственный флаг – символ независимой Беларуси. Я в 25 лет ходила на голосование вместе с отцом, со всей семьей. И когда был вот этот референдум, я ходила первая, голосовала за этот флаг, за наш белорусский. Потому что тогда тоже было много змогаров, как их сейчас называют. Их тоже было много, и мы тоже переживали. И когда мы победили, это была радость. Поэтому вот для меня сейчас, вот точно, я почему участвую во всех автопробегах из «Единой Беларуси»? Потому что я считаю, я росла в этой Беларуси. И я за это боролась всю жизнь. И почему я должна кому-то это все отдавать? Старт дан. Колонна начинает движение. Минская, Октябрьская, Интернациональная. К слову, на последний строй пополняют новые автолюбители. Конечный пункт. Войсковая часть 55-27. Нам важно, чтобы страна наша, ничего с ней не случилось. Чтобы все было в порядке. Мы хотим поздравить наших военнослужащих, наших срочников. Мальчишек, которые стояли на защите в августе, мирного города нашего. И которые будут дальше нас защищать. Сегодня вооруженные силы Беларуси – мобильная, оснащенная современными видами вооружения армия, способная защитить целостность и независимость государства. Свой высокий профессионализм военные не раз показывали на учениях различного калибра. Максим Кемель, Мария Береснеевич, Андрей Богдан, Максим Галенка. Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok